Добрый день, уважаемые коллеги. Я, честно говоря, совершенно не готовился к этому выступлению и даже не представляю, какие вопросы нам нужно обсуждать. Хотя, с другой стороны, этих вопросов очень много. Ну вот, если кратко пройти хотя бы по тем темам, которые сегодня поднимались, давайте поднимем вопрос еще раз о микрокарциномке, если Игорь Владимирович не возражает. Значит, самое большее препятствие, которое мы видим в этом плане, это наша рекомендация об отказе от выполнения тонкоигольных биопсий у пациентов с узловыми образованиями меньше одного сантиметра. Честно говоря, наверное, это все-таки очень как-то жестко стоит этот вопрос. Мне кажется, что здесь нужно проявлять нам, и я имею в виду и хирургам, и эндокринологам, некоторую гибкость. И все-таки ориентироваться на то, что в ряде случаев при определенных ультразвуковых данных необходимо расширять показания к биопсии для того, чтобы своевременно диагностировать раки щитовидной железы. Тем более, сегодня здесь прозвучала очень такая фраза показательная о том, что большие, серьезные, распространенные онкологические заболевания щитовидной железы когда-то были маленькими раками. Вот, наверное, профилактическая направленность нашей медицины заставляет нас все-таки относиться к этому более профилактически и не допускать их превращения в большие раки, а именно своевременным лечением. Поэтому, наверное, все-таки это должен быть очень тесный симбиоз между врачами внутрозвуковой диагностики, эндокринологами и хирургами. Мы это как-то реализуем. Значит, реализуем мы это благодаря тому, что все-таки это должно объединяться в какие-то вот группы по интересам, мы так условно говоря. То есть, как бы те люди, которые специализируются, несмотря на то, что эндокринная хирургия не выделена в отдельную специальность, но те люди, которые специализируются, в основном занимаются эндокринной хирургией, они должны владеть этими методиками, как ультразвуковой диагностиками, владеть основами эндокринологии и так далее, чтобы, по крайней мере, в себе объединять вот эти подходы, которые позволяют более точно и своевременно проводить диагностику. Количество осложнений действительно большое, действительно большое, и это, конечно, не может не огорчать. Сегодняшние цифры для меня тоже были, так сказать, определенным шоком, и в отношении гипопаратериоза особенности. Не прозвучало сегодня то, что ряд околочитовидных желез может быть имплантирован в ткани щитовидной железы, и поэтому сам факт тиреоидоктомии, операция на щитовидной железы, может уже создавать условия для послеоперационного гипопаратериоза. К сожалению, мы тоже сталкиваемся с этими проблемами, не знаем, как их решать. Каких-то вот рекомендаций в этом плане мы предложить не можем, кроме как той классической, когда нужна тщательная, прецизионная хирургия с хорошей визуализацией. В отношении невыделения возвратного нерва. Ну, моя позиция здесь была всегда одинаковой. Я категорически противник невыделения нерва. Я считаю, что нерв должен быть выделен на всем протяжении, только в этом случае можно гарантирует радикальную операцию на щитовидной железе. В случае, если радикальная операция не нужна на щитовидной железе, тогда вообще возникает большой смысл в том, а нужна ли операция на щитовидной железе, если она не радикальная. Поэтому отличить ткань нерва от щитовидной железы от непосредственно прилегающей к ней структуры можно только выделяя эти ткани. К этому же относится и возвратно-гортанный нерв. Со мной, я знаю, не все будут согласны, но я придерживаюсь такой теории и практики. В плане использования мониторов. Здесь очень много вопросов. Настолько много, что я даже не думаю, что их надо сейчас поднимать. Надо сначала с нейрофизиологами хорошенько все обговорить. В докладе были представлены данные, включая миллиамперы, микровольты. Очень интересно, откуда берутся эти данные, что это за микровольты, кто их производит. Поэтому надо сначала пообщаться непосредственно, потом выносить это на медицинскую аудиторию. Безусловно, вопрос интересен. Непонятно только, в какой мере эта методика позволит спасти возвратный нерв и, соответственно, те мышцы, которые его иннервируют. То есть голосовые мышцы и, соответственно, функцию гортани. Констатировать, что они, несомненно, можно. Но как можно спасти? И как можно сделать ту операцию, которая была затеяна, причем к ней были показания, естественно, раз она была затеяна, при помощи этих приборов. Это не вполне понятно. То есть хотелось бы либо иметь опыт, либо какой-то клинический материал предоставленный, сравнительный. Вот без использования монитора такие результаты. Вот с использованием монитора такие-то результаты. Вот с использованием монитора, но с отказом от операции на контрлатеральной доле. В ущерб пациенту, потому что эта операция была нужна, но в результате повреждения одностороннего возвратного нерва отказались от операции на другой стороне. Ну, как-то непонятно. Здесь нужна какая-то уточненность. И еще непонятно, еще не прозвучала одна вещь. Ответ от мышцы. Это ответ механический сокращения мышц, голосовых мышц в результате стимуляции нервов. Как на это доверяют меорелаксанты, используемые в ходе проведения наркоза? Тоже непонятно. В общем, я думаю, что это пока своего окончательного разрешения не найдет эта проблема. Она требует дальнейших исследований. Ну, Игорь Владимирович, может быть, что-то надо конкретно какую-то тему осветить? Потому что вот так вот в общем рассказывать о том, что мы тоже оперируем щитовидную железу, я думаю, это знают, как бы тем более, что у нас, к сожалению, не те объемы, которые может представить больница Иноземцева. Но вот я представляю здесь больницу имени Бересаева. Могу сказать, у нас существенно скромнее по количеству пациентов проводят. Но эти операции проводятся, и, в общем-то, у нас есть как бы, что называется, свои обращающиеся к нам пациенты, которые, видимо, довольны результатами. Так что вот вкратце я могу вот только так описать. Нет, конечно, Игорь Михайлович, я просил вас выступить не к тем, что вы сказали, что у вас наболело. Что вы можете сказать, тут большая часть эндокринологов нас, так сказать, задавляют весом. Что вы хотите, чтобы эндокринологи от вас услышали? Напутствие, просьбу, значит, я не знаю, пожелания. Мы хотим, чтобы они направляли к нам пациентов, чтобы их было больше. Для этого нужно иметь меньше осложнений. Да мы не можем даже, честно говоря, как-то признать, что у нас большое количество осложнений. Я думаю, что эндокринологи, когда направляют своих пациентов, они же получают их потом обратно, они могут проводить сравнительный анализ и смотреть, как бы, есть ли смысл, есть ли идея, есть ли как бы резон в том, чтобы продолжать направлять нас к пациентам. Но если их к нам не направлять, то они не узнают, как мы оперируем. Это да.